Книга открытым окон том 30 вопрос 4064 к вам приезжал историк и публицист назаров мв поддерживаете ли с ним связь и как он понимает суть происходящих ныне в мире процессов отвечает Игнатий Тихонович лапки никакой связи с Михаилом Викторовичем у меня нет думаю что он думаю что он нас сразу не воспринял все же он монархист конечно заметны изменения в его суждениях есть даже вполне похожие на трезвые но так как он мыслит о прошлом что была некая империя под липовым названием святая Русь то как образец этот муляж будет туманить его рассуждения и на горизонте все время будет миражом стоять что-то чего нет но о чем ностальгирует современные горе патриоты из интервью с ним кавычка открывается в 1917 году удерживающая русская государственность пала и казалось мог наступить конец истории так как нет удерживающего с большой буквы но этого не случилось как мы видим и на других исторических примеров господь попускает силам зла временно торжествовать для того чтобы мы поняли причины своего падения сделали должные выводы и постарались восстановить свою удерживающую государственность так было в русской истории несколько раз и каждое падение было все глубже об этом я пишу в своей книге тайна россии то что происходит сейчас с россией продолжающиеся страдания нашего народа все говорит о том что ведущий слой народа не вынес должного урока из происшедшего в двадцатом веке поэтому российская катастрофа продолжается все в новых и новых видах но в таком виде она не нужна была богу россия была не самой грешной страной в мире напротив она была одной из самых благородных и в девятнадцатом веке и в начале двадцатого века зародились правые течения славянофилы почвенники которые стали думать в том ли направлении мы вообще идем этот процесс развития страны беззакония к сожалению не остановить да простите этот процесс развития тайны беззакония к сожалению не остановить и мы русские не должны ставить утопических целей что вы все это победим и станем мировой сверхдержавой этого не будет самого начала я не понимал тех людей которые надеялись на путина как на национального вождя он очень умело себя подает умеет казаться близким и идейно родственным тем людям с которыми общается но не больше и те несколько фраз которые православные патриоты истолковали будто путин такой же как мы наш и что он будет что-то делать в патриотическом направлении это была чистая пропаганда ширма и не больше я это отметил с самого начала и даже комментарий об этом писал в имперском вестнике все от того что я достаточно внимательно проанализировал его программную статью которая была опубликована в независимой газете когда ельцин назначил его своим преемником текст программы совершенно четко показал что он не собирается ничего менять не политически не идеологически собирается только стабилизировать ту великую криминальную революцию которую совершили его предшественники и в которой он тоже участвовал хотя и был на не столь высокой должности заместителя мэра петербурга поэтому правление путина это период великой криминальной стабилизации таким образом его политика не может по-настоящему стабилизировать государство и спасти от грозящих опасностей как внутренних так и внешних наоборот эта политика только ослабляет российское государство перед этими опасностями напомню что первым указом путин предоставил гарантии неприкосновенности ельцину вопиющее беззаконие освобождать от наказания главного преступника за совершенно явные преступления беззаконие идущие сверху может плодить только беззакония на всех уровнях нашей жизни что же касается путина то судить нужно по плодам а плоды деятельности путина совсем не утешительны для страны особенно в геополитическом плане он позволил американцам тайне беззакония уже угнездиться в средней азии это огромный шаг по выполнению плана раздела россии я имею ввиду известный план бжезинского так что ничего хорошего в его деятельности я не вижу главная причина в том что церковные верхи такой задачи себе не ставят напротив поддерживают власть в том виде какая она есть не пытаясь оказать ни малейшего влияния на ее состав не пытаясь даже назвать зло своим настоящим имени примеров можно привести массу пожалуй самый вопиющий министр швыдкой ведь это чудовищное явление на посту министра культуры он ведет на телевидении программу культурная революция которая совершенно четко показывает суть его политики это революция против христианской культуры он заявил в интервью независимой газете что он атеист что его идеалы идеалы французской революции и вот буквально через неделю после этого интервью патриарх награждает его церковным орденом но как после этого могут русские люди относиться к церкви и православию в целом если исходить от священного писания царство антихристова строится будет пас царство антихристова строится и будет построена совершенно ясно что главный строитель и носитель этого царства антихристианское еврейство которое создало в виде америке свою военную базу для этого сша сегодня могут себе позволить не оглядываясь ни на каких-то своих противников упрямо плюя на все международные нормы проводить свою политику поэтому я не вижу оснований чтобы закончилась армии американская гегемония наоборот сейчас сша все более и более откровенно нагло будут идти к мировому господству не останавливаясь пред применением оружия массового поражения им совершенно наплевать на то что кто-то будет возмущаться самое главное с моей точки зрения признак царства антихриста восстановление третьего храма в иерусалиме на священной горе там где были два первые если посмотреть сейчас на поведение еврейства израиля то я делаю вывод что мы действительно живем в пред апокалиптический пред апокалиптическое время а это значит утопично надеяться что мы можем изменить этот процесс мы можем его только затормозить и можем возродить православную государственность но на гораздо меньшей территории чем сейчас несомненно всю территорию нынешней россии нам не удержать при такой раскладке сил но мы можем воссоздать последнюю русскую православную государственность это будет торжество целей евреев еврейства поскольку они связывают строительство третьего храма с пришествием земного еврейского царя их мессии это будет пришествие антихриста вот что это будет можно много говорить о разных совпадениях на духовном уровне на политическом уровне скажем клонирование людей по предсказаниям некоторых святых отцов антихрист будет зачат не естественным а противоестественным способом клонирование и есть такой способ неизвестно будет ли душа у этого неизвестно будет ли душа у этого клонированного существа душу ведь дает господь бог но если это не человека какое-то иное существо то душу ему может дать и дьявол который вселиться в него еврейство является ядром мировой закулисы поэтому их планы не ограничиться только территории израиля они весь мир считают своей ареной действия и стремятся весь мир привести в соответствие с обетованиями что они будут господствовать над миром мы христиане понимаем эти обетования в духовном плане они были даны господом избранному народу и когда евреи утратили избранничество христианской традиции слова израиль сион стали применяться христианам к церкви христовой новый израиль новый сион совсем не имеют в виду еврейство когда у еврейство будут развязаны руки для притворения в жизнь принципов принципов шулхан аруха все люди скоты только евреи люди они конечно же постараются осуществить это в глобальном масштабе я выписываю еврейские газеты которые уже сообщали что в израиле создано этническое оружие в частности было такое сообщение в еврейском слове газете главного раввина россии был баррел лазера и другие газеты бывший агент массада островский рассказывал свои книги о том что испытание этнического оружия проводились на палестинцах это делалось как раз на тот случай что израилю придется что-то делать что-то грандиозное в глобальном масштабе об уничтожении всех народов кроме еврейского у нас патриотических кругах принят термин золотой миллиард а речь нужно вести даже не о миллиарде а о золотых 33 миллионах такова примерная численность еврейства вместе с полукровками во всем мире все это вполне реально большинство людей это кажется каким-то антисемитскими выдумками мракобесием поскольку большинство людей по своей природе порядочные не могут себе представить что бывают иные люди совершенно иной психологии складом души которые могут применять самые подлые коварные циничные методы для утверждения своей власти именно в этом и состоит одна из причин того что тайна беззакония говоря религиозным языком или мировой заговор выражаясь политическим термином добьется своей цели это произойдет потому что мы большинство человечества не можем даже предположить у них есть такая цель как говорится самое большое достижение дьявола состоит в том что он убедил людей в том что он не существует и с помощью этих рычагов плюс шантаж как средство влияния они всегда заставляли и могут заставить правительство америки действовать так как нужно израилю конечно американский президент может отказаться выполнять требования еврейства нам известны два таких примера в новейшей истории сша джон кеннеди и ричард никсон первого убили потому что он противился созданию израилем ядерного оружия второго убрали потому что он узнал что в израиле есть ядерное оружие хотел ввести какие-то санкции с никсоном поступили более милостиво просто нашли компромат и отстранили от власти вот так они действуют я думаю что к тому времени евреи постараются все перелопатить сократить численность населения в мире тогда останутся одни евреи как раса господ и их слуги оставленные для их обслуживания может быть слуг будет в несколько раз больше на каждого члена господствующего народа можно иметь по одному обслуживающему а можно и десяток и сотни в такой идеал мирового переустройства несомненно евреи вынашивают и стремятся к его осуществлению нам господь дает еще время восстановиться для той последней миссии о которой я говорил дать всем людям в мире последний раз возможность четкого выбора между добром и злом чтобы могли спастись все с подобные спастись все достойные царствия божие меня иногда спрашивают в чем историк с чем источник моего оптимизма относительно будущего возрождения россии я отвечаю в логике истории наш идеал и жизненный и политический подражание христу мы призваны к христо подражательной жизни христос пострадал был распят умер победил смерть воскресением и явился пред своим окончательным вознесением на небо на малое время ученикам чтобы свидетельствовать об истинности своего воскресения если мы применим эту аналогию к судьбе россии в двадцатом веке увидим то же самое в россии вследствие революции лучшая часть русского народа была распита это новомученики которые не подчинились богоборческой власти они прославлены нами то есть признаны нашими молитвенниками о россии на небесах и россии предстоит воскреснуть на такое же малое время чтобы свидетельствовать другим народом истину воскресения и через истину своего воскресения истину о жизни а смысле мира вот эту аналогию к россии вполне допустимо применить и в этом суть моего оптимизма если бы не было шансов на возрождение россии господь бог не стал бы попускать силам зла мучить нас напрасно и так долго уже прекратился бы мир наступил бы конец истории но история продолжается значит шанс восстановления есть и мы видим как формируются предпосылки возрождения россии снизу говоря о конкретных параметрах восстановления россии можно предположить что границы той россии в рамках которой сможет восстановиться православная государственность определяется в точке пересечения процессов разложения и возрождения судя потому что я вижу приблизительную оценку можно сделать конечно же россия потеряет дальний восток сибирь северный кавказ видимо по волге и останется в малых границах московской руси но даже в этих границах она сможет выполнить свою миссию последнего маяка истины для человечества именно в этом заключается цель нынешнего русского возрождения европа могла бы нам помочь если бы в россии было нормальное правительство русское национальное и православное в европе даже голосование по вступлению европейское сообщество по установлению единой валюты выявили что примерно половина населения в каждой из стран была против этих мер сторонники унификации побеждали с очень незначительным преимуществом примерно 51 процент к 49 а иногда вначале даже преобладали консервативные круги и унификацию удавалось проводить только вторым или третьим голосованием если бы россия в своей нынешней политике ориентировалась на консервативные круги европы которые отстаивают свою национальную самобытность то она не только помогла бы им получить власть она могла бы вытеснить америку и еврейство из европы по крайней мере уменьшить их влияние нынешнее правительство этой цели себе не ставит можно предположить что в случае возрождения россии порядочные люди из европы в будущем устремятся в россию как когда-то после французской революции первые мигранты устремились в другие монархические страны в том числе и в россии не исключено что россия перед концом может вобрать в себя многих выходцев из других народов которые поймут смысл россии смысл православия это будет их осознанный шаг духовному спасению правда евреям очень трудно становиться православными если выходцу из другого народа достаточно принять крещение и поверить в истину православия то евреям которые стали детищем дьявола отец ваш дьявол сказал христос им нужен более сознательный выбор они должны отказаться от этого своего отца и от мистической связи со своим сатана избранным народом тут не просто нужно креститься и сказать я православный как известно в чине крещения трижды отрекаются от сатаны трижды плюют на него в мистическом плане это особенно важно именно для евреев нужно не просто формально плюнуть на сатану а именно отречься поэтому в церкви раньше был особый чин крещение евреев вот тогда евреи с моей точки зрения может стать православным такие случаи бывали хотя и крайне редко но такие евреи были и в нашей истории но на такой шаг способны немногие известны предсказания что некоторая часть евреев когда увидит того кого они приняли под видом миссии то есть антихриста осознает свою ошибку и обратиться к истинному миссии это может быть как раз те евреи которые сегодня держатся старых принципов считают что они не должны форсировать приход миссии строить для него храм и создавать израильского государства это те кто является противником государства израиля утверждает что пришествие миссии нужно заслужить праведной жизнью но определить много ли таких евреев очень трудно нужно только не забывать что наша империя восстановится не для победы во всемирном масштабе а для последнего утверждения истины и мне кажется что это вполне достойная и посильная цель для нас кавычки закрыты на тихонич приводит место место два места из священного писания книга и его 42 глава 3 стих кто сей омрачающие провидения ничего не разумея так я говорил о том чего не разумел о делах чудных для меня которых я не знал и про киримия 23 глава 16 стих так говорит господь саваоф не слушайте слов пророков пророчествующих вам они обманывают вас рассказывать мечты и сердце своего а не от уст господи господи господних дары различные их определи найди умнож употреби достойно плывут века рабы и к короли как часто не достигнув цели тонут талант у каждого и часто не один и дал для пользы ближним и владельцам отшлифовать граня до лысин и сидин на умножение в каждый час нацелись на самобытности народов индивидов играть правители беспутные желали духовных изменений к лучшему не видно один другого рубит душит жарит талант сокровища умножат только там и где слышащие слово божье принимают сумели от грехов совсем отстать не на вось небось куда снесет кривая умножить и дань и сбора урожая хранилища истратить на чужие нужды сдать добровольно а никогда прижали наш путь к вершине не расширен служил друзья при искренне заримо расплодятся стол удлинится даже за пустой шатер в котомке отходящим вручат явство и дуб мамрийский рядом прорастет строка к строке листок к листку и книга из книг составится уже библиотека в нужду и горе ближних стоит выникнуть того быть может кто вопит за стенкой талантливым шутя провозгласят артиста руладом певческим где музыкант скрипит кто труженик полей тому поклониться лишь сеющий воистину талант не скрыл талантлив каждый в частности не скопом хвалой накормленных он дивно окружен льды без участности раскаянием растопим крик новорожденных там у бесплодных жен 24 ноября 2008 год игнатий лапкин